Только поэтическим даром Фёдора можно назвать меня могучим. Я наоборот хотел сказать прямо противоположное. Федя начал говорить о хранимости, а я слышу, он говорит о ранимости. Ну у кого что болит, тот кто и слышит. И я потом подумал, что ранимость, которая сейчас для меня открылась, вот, поздно. В 54 года я вдруг после одного инцидента, о котором я писал свое ЖЖ, я почувствовал, насколько я уязвим. Хотя у меня все это было в стихах раньше, вот, через интуицию как-то это все передавалось мне знание. А теперь я чувствую это на живом опыте, что смерть, о которой я так долго писал, боль, уязвимость, и все это находится вот буквально-буквально вот здесь вот, здесь. И в этом смысле я думаю, что пока мы, пока человек не почувствует, что он по-настоящему раним, уязвим, он и не будет дорожить по-настоящему жизнью, он и не сможет ничего по-настоящему хотеть сохранить. Ну он не чувствует ценности жизни своей, себя и мира как дара Божьего. А когда смерть подходит близко, то он начинает, вот, какой-то вот живой нерв начинает сообщать ему какое-то новое знание о жизни. Ну вот. Так что я хочу пожелать, может быть, нам всем, каждому в свое время, чтобы эта ранимость в нас жила, как открытая рана, благодаря которой мы живы, осознаем себя живыми и воспринимаем мир как творение Божие. Ну а теперь небольшой дептик, посвященный нашему вдохновителю, Федору Басильеву. Он был написан не так давно, где-то год, может, полтора назад, после первого или второго даже Юникаста. А книжка вышла месяц назад, так что стих свежий. Дептик Федору Басильеву Всегда так бывает, некуда деться в слово, поэт уходит невысказанным саломой. Не словей, конечно, но в пукареку произнесет и выпустит в речь, как в реку, Живую рыбь с берега неудачи, где понастроили снулые люди дачи и обнесли колючкой свою усталость. Жить на обрыве, витийствовать нам досталось. Вот и живем, витийствуя на обрыве, словно актеры в гамлетовском надрыве. Нам бы давно, было бы всем полезней, вырастить жабры и тихо исчезнуть в бездне. Дорогой мой Федечка, нет утраты, есть ущерб мозгов в рожденье расы. Ты же видишь, все мы давно распяты. Поднеси нам, Федечка, губку с квасом, по сухим губам, по уже умершим, Проведи очаковским, чуть шипучим. Я на белом озере ставил верши, отпусти всех рыб в океан могучий. Пусть лени помолятся за Артема, и за Сашу с Димой, и за Олега. На крестах сморила нас всех из Тома, а потом с небес опустилась снега. Мы уже не будем шустрить пределов Галилеи или Капернаума. Если взять, к примеру, вот это тело, ты в лицо узнаешь того, кто умер. Воскреси, коль сможешь. А нет, на скалы положи, чтоб чайки его объели. Только будь свидетелем. Мы искали, а потом устали, на землю сели. И как только сели, сыграли в ящик, на котором дровь выбивал Иуда. И во сне мы видим свой синий плащик, под которым миру явилось чудо.